В КФУ поговорили с волонтерами. Когда сказали, что началась специальная военная операция, было огромное желание каким-то образом поучаствовать. И тогда как раз родилась идея о том, чтобы отправиться в Мариуполь. И первая поездка у нас была как раз в Мариуполь. Пирмский театр на сцене Казани. В Казани снова звездопад. Ну, в данном случае речь идет о комете Тетчер, которая, в общем-то, имеет достаточно длительный период обращения вокруг Солнца. 415 лет. И, разумеется, появится только в 2200-х годах здесь заново около нашей планеты. Но, тем не менее, вот этот след она оставила. Были очень интенсивные потоки лирид. До 700 доходило вот этих попаданий частиц в нашу атмосферу. Но в настоящее время этот поток несколько ослаб. Всем привет! В эфире «Универ новости», а в студии Анастасия Дворнова. В Казанском федеральном университете состоялось очередное заседание ученого совета. Перед началом официальной части первый проректор-проректор по научной деятельности Дмитрий Таюрский вручил награды работникам и учащимся Казанского федерального университета. Далее члены ученого совета рассмотрели пять основных вопросов повестки дня, а также ряд других сопутствующих тем. После голосования прошли выборы заведующих кафедрами. После перешли к рассмотрению вопроса, касающегося конкурсного отбора претендентов на замещение должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу. Также были заслушаны представления к присвоению ученых званий и списки на получение дипломов кандидата и доктора наук в Казанском университете. Казанский федеральный университет объединяет волонтеров всех регионов России, желающих помогать различным категориям нуждающихся. На сегодняшний день силами студентов и преподавателей были отправлены десятки гуманитарных грузов. Сегодня, 18 апреля, в Институте психологии и образования прошло мероприятие с волонтерами специальной военной операции и волонтерами благотворительного фонда «Светлый путь», которые доставляют гуманитарную помощь жителям Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. 18 апреля в стенах Казанского федерального университета прошел открытый диалог с волонтерами специальной военной операции из Татарстана. На сегодняшний день в их команде три человека, а помогают им в сборе гуманитарной помощи в основном жители Татарстана и Москвы. Гости рассказали, как они к этому пришли. Год назад волонтеры начали свою деятельность. И с этого времени их маршрут сместился ближе к линии фронта, а небольшой прицеп с продуктами превратился в две тонны гуманитарной помощи. На 22 апреля у волонтеров запланирована их 15-я поездка. Весь путь занимает обычно 7-10 дней. Когда произошла трагедия в 175-й гимназии, меня пригласили в команду Российского Красного Креста оказывать психо-социальную поддержку. И после этих событий и соприкосновения с горем людей, когда сказали, что вот тут началась специальная военная операция, было огромное желание каким-то образом поучаствовать. И тогда вот как раз родилась идея о том, чтобы отправиться в Мариуполь. И первая поездка у нас была как раз в Мариуполь. В рамках открытого диалога, посвященного гражданской позиции, студенты показали пару роликов, которые волонтеры снимают во время каждой своей поездки и публикуют на своих личных страничках в социальных сетях. В конце у слушателей была возможность задать интересующие их вопросы. Студенты и преподаватели Казанского федерального университета продолжают активно оказывать поддержку жителям Донецкой и Луганской народных республик. Напомним, что в течение всего января сотрудники студенты вуза участвовали в акции по сбору самого необходимого на передовой. Вообще для наших студентов это очень важно. Очень много недостоверной информации, фейковой информации, очень много искаженной информации, которая подается. И вот мы бы хотели, чтобы пришли люди, которые с первых уст вообще это рассказали, показали свои видео, о чем они живут, почему они это начали. И был большой отклик у нас тогда, еще в прошлом году, поэтому мы в этом году их еще раз пригласили, но уже сделали вот такую серию. Они у нас открыли эту серию встреч. Сегодня была первая встреча. Надеюсь, еще будут встречи, где у нас будут приходить другие волонтеры. Студенты и сотрудники Казанского федерального никогда не стоят в стороне и всегда участвуют во всех акциях, направленных на помощь и поддержку участников специальной военной операции, а также пострадавшим от природных катаклизмов. В вузе осуществляют свою деятельность множество социальных отрядов студентов и реализуется цикл встреч с волонтерами организаций самой разной направленности. Егор Панкратов, Резида Каримова, Богдан Священко, Универ Новости. С гастрольми в столицу республики приехал нашумевший мистический Пермский театр у моста. Репертуар его обширен. О том, какие постановки смогли посетить казанцы и почему театр производит такой фурор в России и за рубежом, расскажем прямо сейчас. Уникальный пермский коллектив привез в Казань два спектакля, объединенные грузинскими мотивами. Широко известный в Европе и в России Пермский театр у моста представил зрителям музыкальные грузинские комедии Мачеха Саманишвили и Ханума. Каждая постановка погружает зрителя в грузинский колорит. Искрометные комедии с национальными песнями и танцами создают атмосферу старой Грузии. В спектакле Ханума есть все, что ассоциируется со словом Грузия. Песни, тосты, кавказский темперамент. Его действия происходят в старинном Тбилиси. В основе комедии лежит история маленькой эмеретинской деревни, где все живут одной большой семьей, пока овдовевший 70-летний Бекине не задумал снова жениться. Как отмечают зрители, спектакль был наполнен шутками, неиссякаемыми жизнелюбием и особым внутренним светом, исходящим от жителей Кавказа. В этом году театру Моста исполнилось 35 лет. И когда этот театр задумывал, я решил, что это будет театр, такой уникальный, единственный в мире мистический театр с классическим репертуаром. И мы ставим в основном классику, и классику ставим классическим, что сейчас очень редко. Грузинский колорит постановки проявляется абсолютно во всем. Актеры театра глубоко и подлинно перевоплотились в грузин, так что зритель даже не замечает, как оказывается в старинном Тифлисе, чувствуя свежее дыхание из горы, слыша шум реки Куры и видя старинные колоритные домики, в которых жили в 19 веке. Сергей Фитотов выхватил из людской памяти кусочек старого Тбилиси с резными балкончиками и садами, населив его веселыми и простодушными людьми, живущими сочно, ярко и открыто, уважающими друг друга и всегда отстаивающими свою честь. Наслышаны об этом театре, очень много слышали, что очень знаменитый театр, да, много гастролирует. О том, что будет проводиться спектакль, нам сообщила наша классная руководительница, и мы всем классом решили сюда приехать, чтобы посмотреть его. Авторский театр «У Моста», созданный в 1988 году Сергеем Федотовым, буквально взорвал театральную жизнь Перми, а затем и России яркими и нестандартными спектаклями. Постановки Федотова являются, по сути, мостом между реальным и потусторонним, бытовым и мистическим, сознательным и интуитивным. Именно поэтому театр называют мистическим. Он сохраняет лучшие традиции русского психологического театра. Репертуар строится на сочетании лучших образцов русской и европейской классики, новейшей российской и зарубежной драматургии, а также театральных постановок и проектов, созданных на стыке разных жанров. В Казани 10 лет назад мы увидели, что здесь очень интересный театральный зритель, который как раз очень любит классику. И нас тогда очень хорошо принимали, и мы поняли, что этот маршрут будет у нас постоянно в гастролях. Мы узнали, что они приезжают в Казань, мы тоже провели инициативу, чтобы одно из мероприятий проходило в стенах нашего прекрасного дворца. Связались с Сергеем Павловичем, прекрасным художественным руководителем театра. И, собственно, так произошла история. Мы очень довольны, что он также выбрал нашу дворецку культуры, потому что помимо нашего дворца он еще и выступал в театре кукле Акеи Атси, я не ошибаюсь. Поэтому мы где-то и сами друг друга находим, как говорится, судьба свела нас. Но вот в этот раз так произошло, что так мы сошлись. Отметим, что Мистический театр УМОСТа – трижды номинант и лауреат национальной премии «Золотая маска», лауреат премии «Звезда театралов» в номинации «Лучший региональный театр России», обладатель 45 гран-при зарубежных фестивалей, чемпион Индийской театральной олимпиады, участник 225 международных фестивалей. По рейтингу журнала Forbes театр УМОСТа входит в десятку лучших театров России. Светлана Ситникова, Аделина Абдрахманова, Александр Антонов. Универ Новости. Время крупных звездопадов всегда известно заранее, ведь Земля, вращаясь вокруг Солнца, каждый год проходит через одни и те же области метеорных роев от разных комет. Все это происходит в одну и ту же пору, поэтому звездопады легко предсказать. Но не во всех случаях они одинаковы по интенсивности и не всегда хорошо видны. Совсем скоро жители Казани смогут наблюдать одно из самых ярких астрономических событий этого месяца – метеорный поток Лериды. Когда его можно будет увидеть в Татарстане и как часто он нас радует своим появлением, узнаете в следующем сюжете. Метеорный поток Лериды – достаточно частое явление. Каждый год его можно наблюдать в середине апреля. Первые вспышки начались еще 15 числа, поэтому увидеть свою счастливую звезду можно уже сейчас. А пик захватывающего сверкания на небе будет с 21 по 23 апреля. Лериды известны своими редкими, но регулярными и предсказуемыми вспышками с количеством метеоров до 100 в час. Хотя это случается лишь в 60 лет. Эффектные метеорные дожди с очень большими часовыми числами наблюдались в 1803 и 1922 году. Одним из масштабных за последнее время был поток 1962 года, когда часовое число достигало 90. Мы наблюдаем то, что вот эти пылинки, которые имеют массу где-то 0,3 грамма, влетают в атмосферу Земли, сгорают на высоте 80 километров. Во многих СМИ я читаю неправильные совершенно сведения, что как раз вот эти сгоревшие частички и светятся. На самом деле эти частички ионизируют воздух, и воздух светится. Поэтому все, кто загадывает желание, загадывают желание светящуюся воздуху. Они имеют белый цвет, желтоватый у лерид как раз, вот этих метеорных потоков. История наблюдений метеорного потока Лериды насчитывает уже около 2,5 тысяч лет. Первое упоминание о появлении этих быстрых и ярких метеоров китайскими астрономами относится к 687 году до н.э. Родоначальником метеорного потока Лериды является долгопериодическая комета Тетчер, открытая астрономом-любителем еще в 1861 году. Каждый год в апреле наша планета входит в облако пылевых частиц и осколков, оставленных кометой. Они сгорают в атмосфере, оставляя в небе яркие белые следы. С Земли кажется, что метеоры вылетают из созвездия Лиры. Отсюда название – Лириды. Именно поэтому звездный поток – это фактически следы хвоста кометы. Ну, в данном случае речь идет о комете Тетчер, которая, в общем-то, имеет достаточно длительный период обращения вокруг Солнца – 415 лет. И, разумеется, появится только в 2200-х годах здесь заново около нашей планеты. Но, тем не менее, вот этот след она оставила. В этом году сильных вспышек не будет. Наиболее эффектные и масштабные появления метеоров можно не ждать вплоть до 2042 года. Этой весной любители звездопадов ждет меньше 10-15 лирид в час, потому что потоку придется конкурировать с ярко растущей Луной над горизонтом. Прогнозируется, пик лирид ближе к полнолунию, которая состоится 23 апреля. Именно оно и приглушит эффектность звездопада. Пик считается будет 21-22 апреля. Опять-таки, интенсивность не будет высокой. Считается, что где-то всего лишь будет 18 таких вот падающих звезд в час. Но, тем не менее, хочу отметить, что, с другой стороны, предсказать никто ничего не может. Это все зависит от того, в какую концентрацию вот этого метеорного вещества мы с вами попадем. Также я хочу отметить то, что вообще наблюдать лучше, конечно, за городом. Потому что в Казани высокая засветка будет очень плохо видно. При этом будет еще достаточно яркая Луна. И это, конечно, будет делать наблюдение метеорного потока некомфортным. Но, тем не менее, все равно, вот еще раз повторяю, в темном месте, где-нибудь на даче, за городом, мы сможем это все прекрасно видеть. Лучше всего метеорный поток виден в северном полушарии. Там вспышки в небе появляются раньше, примерно с 22 часов. Жители юга застанут зрелище после полуночи. Им будет удобнее наслаждаться звездопадом, повернувшись на север. Жители Казани также смогут застать это явление. Но лучшим решением будет отправиться за город, чтобы наблюдению не препятствовала подсветка города. Лучшим временем для просмотра будет период с 23.00 до 3 часов утра. И не забудьте загадать заветное желание. Анна Романова, Кристина Отекина, Николай Усуховский, Универ Новости. Субтитры создавал DimaTorzok